Здравствуйте! В эфире программа «День города» в студии Мария Рудая. Коротко о главных темах выпуска. Четыре с минусом так оценил губернатор деятельность регионального правительства за 2017 год. Вода – источник жизни или причина проблем. Паводок пока не отступает. Молодые, талантливые и активные в Рязанском политехе поддерживают начинание юных изобретателей. Проблема дорог, лекарственного обеспечения и зарплат. Такие вопросы затронул глава региона Николай Любимов. Губернатор отчитался о работе правительства области за 2017 год. Доклад выслушал Валерий Седов. Четыре с минусом. Именно так губернатор области оценил деятельность правительства за 2017 год. Повлияло многое. Не все задумки были реализованы. Однако, есть и положительные стороны. По многим направлениям область показывает позитивную динамику. И что особенно важно в реальном секторе экономики. В обрабатывающих отраслях объемы выросли на 2,4%. До 106,3% увеличился индекс производства продукции сельского хозяйства. Мы вышли на первое место в Центральном федеральном округе по темпу роста инвестиций в основных капитал. Их объем составил 63 миллиарда 800 миллионов рублей, что на 22% больше, чем в прошлом году. За прошедший год заработная плата рязанцев выросла на 8%, а уровень безработицы снизился. Сейчас он всего 0,8%. В регионе полным ходом идет цифровая трансформация. Коснется она трех больших областей. Медицины, образования и правительства. Во все сферы внедряется бережливое производство. Оно призвано помочь людям убрать многие трудности, с которыми они могут столкнуться. Например, переход на МФЦ позволил области существенно сэкономить бюджет. Знаковым событием стало беспрецедентное решение главы государства о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам. Для нашего региона это почти 13 миллиардов рублей, которые можно направить на развитие области. Или более половины всего госдолга. Это позволило высвободить значительные ресурсы и сформировать на 2018-2020 годы бюджет, направленный на экономическое развитие. После отчета губернатор области ответил на все вопросы депутатов, сформированные на основе запросов населения города. Начались темы загрязнения окружающей среды различными заводами. Николай Любимов заверил правительству, что в настоящее время ведется усиленная работа на предприятиях. Коснулись и социальных тем. Много еще осталось сделать по ремонту и строительству дорог. Дороги вызывают справедливые нарекания у населения, у нашего. Мы прекрасно это понимаем. Опять же, в рамках тех возможностей финансовых, которые у нас есть, мы будем эту проблему решать, упор делая в основном на качество ремонта, качество строительства дорог. Один из важных вопросов – это точечная застройка региона, против которой выступает губернатор. Он ответил, что она продолжается только по ранее выданным разрешениям. Николай Любимов надеется, что в ближайшее время у всех микрорайонов города будут грамотные проекты планировки территории. В конце выступления губернатор сообщил, что ожидает оценить работу правительства за 2018 год куда выше, чем за предыдущий. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В регионе продолжается паводок. По данным МЧС, на сегодняшний день затопленными остаются семь низководных мостов. От большой земли отрезано 10 населенных пунктов. Для удобства жителей организованы 6 лодочных переправ. Как люди справляются в условиях временной изоляции от областного центра, узнали сотрудники МЧС в ходе очередного рейда. Подробности далее. Это похоже на кадры из фильма. Судно на воздушной подушке рассекая волны мчится на помощь к людям. К сожалению, все гораздо прозаичнее, чем может показаться на первый взгляд. Каждую весну Заокска и Короставо превращаются практически в Венецию. Все пути к городу оказываются затоплены. Вот, например, так сейчас выглядит дорога, ведущая к Заокскому. Для обеспечения безопасности в населенных пунктах организованного дежурства пожарная охрана и добровольная пожарная охрана. Следует отметить, что для всесторонного обеспечения населения мероприятия по подготовке к весеннему половодию были проведены заблаговременно. Заготовлены продукты питания, медикаменты, отчетные списки проживающих. В случае необходимости срочной эвакуации, ну, допустим, больных людей, которым требуется регулярная медицинская помощь. Организована работа сотрудников полиции и работников социальной сферы от администрации муниципального образования. Всем необходимым жители запасаются впрок. Они точно знают, что невероятные по красоте заливные луга прекрасны только на картинке. На деле это настоящая проблема. Хотя и местные, и региональные власти стараются обеспечить людей самым важным. Организуют переезд на грузовом транспорте и лодочные переправы. На Заокское из Рязани катер три рейса делает. И на Короство будет делать три раза в неделю. Потому что здесь по воде вверх по течению где-то 45 минут катер идет, и вниз по течению 30 минут. Но до Короство катер будет идти два с половиной часа как минимум. Сейчас основное половодие развивается в дельте реки Аки. По словам сотрудников МЧС, вода пребывает уже не с такой силой. Если на прошлой неделе ежедневно АК поднималась на 60-80 сантиметров, то сейчас эта цифра не превышает 30 сантиметров. Уже к концу недели прогнозируется уменьшение уровня воды. Сотрудники МЧС будут и дальше следить за обстановкой в регионе. Как показывает опыт прошлых лет, половодие длится около двух недель. А значит, до полного окончания разлива осталось не так много времени. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город». В Рязани продолжаются крупномасштабные командные учения МЧС России. Они продлятся до 19 апреля. Сотрудники МЧС отрабатывают действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодием и природными пожарами. Подробности в сюжете. Согласно Водным, произошло условное подтопление жилых домов в рабочем поселке Кадом. Ситуация максимально приближена к реальности, да и погодные условия соответствующие. К тому же, подобное может произойти в регионе, особенно в период половодия. Спасатели, пожарные, водолазы и сотрудники ГИМС тренировались в оказании помощи терпящим бедствия в воде. В организации лодочной переправы оказание помощи людям, попавшим в зону подтопления. Помимо вопросов эвакуации, были отработаны вопросы всестороннего обеспечения населения, такие как обеспечение общественного порядка, обеспечение питания, контроль за санитарной обстановкой, а также вопросы финансовой поддержки пострадавшего населения. В зону условно-чрезвычайной ситуации направлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Рязанской области. Для координации деятельности сил и средств, привлеченных к ликвидации последствий половодия, работает оперативная группа на подвижном пункте управления. Это второй этап учений. Всего на них будет привлечено более 7 тысяч человек и почти тысячи единиц техники, в том числе один самолет и пять беспилотных летательных аппаратов. На третьем, заключительном этапе, российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций будут ликвидировать условные природные пожары. Серьезная авария с участием нескольких автомобилей произошла в Касимовском районе. Виновником оказался нетрезвый водитель. Подробнее расскажут наши коллеги с Касимовского телевидения. Сотрудник Касимовского приборного завода возвращался после работы домой на автомобиле УАЗ «Патриот». Вероятно, неделя выдалась трудной, и Владимир решил отметить ее окончание. На беду на его пути оказались сразу несколько автомобилей, ожидающих поворота на окружную с улицы Индустриальной. Водитель «Патриота», возомнив себя воздушным асом, попросту их протаранил. Сузуки Гранд Витара после этого герой с Кватарана не подлежит восстановлению. К радости никто из людей не пострадал. Вы водитель с «Пежо», да? Да. Вот. И как сегодня вся ситуация? Стояли после рабочего дня в небольшой пробке перед поворотом на северку. И сильный удар сзади. И вот. Нанизал нас. То есть вы считаете, что это УАЗик, да? Вот с 33 региона. А тут даже считать нечего. Посмотрите, какой у него тормозной путь. Я ехал за женой на северку из города, через Холодмаш. И перед поворотом на окружную, налево на северку, здесь стояла очередь машин, чтобы повернуть, как говорится, нам в знак уступи дорогу. И мы стояли, все нормально. И только такие слышу. Один удар, второй удар. И удар до меня дошел. Я удары уже услышал сзади. И понял, что что-то не то. На своем автомобиле, не учел безопасную дистанцию до впереди стоящих автомобилей, совершил с ними столкновение. Сопутствующие нарушения ПДД – это состояние алкогольного опьянения. Виновника ДТП привезли для освидетельствования в отдел полиции Касимовский. Здесь развернулось целое театральное действие. Дыхнуть в трубочку явно нетрезвого мужчину приехали уговаривать жена и мать, у которой, кстати, был день рождения. Привет, день рождения. Да. Как раз, да. Ого. Это подарок. Вот ты подарочек сделал. Угу. Наконец, когда это все-таки случилось, прибор показал 2 промилле. И даже после этого водитель, который уже был лишен удостоверения на право управления автомобилем, отказался подписывать протокол. Вот произошел такой случай, да, неприятный, да? Ну да, вот получилось так вот. Ну, к сожалению, конечно, ребят, вы что думаете, не просто так, как говорится. К сожалению, конечно, все вот. За езду в пьяном виде мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей плюс полторы за то, что спровоцировал ДТП. Теперь он станет пешеходом надолго. И это еще не все. Все страховые выплаты пострадавшим в ДТП ему придется заплатить из своего кармана. За последнее время на дороге города и области увеличилось количество ДТП с участием водителями в трезвом состоянии. За прошедшую неделю сотрудниками отделения ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России Косинский было задержано 5 водителей в состоянии опьянения. Один из которых отказался от прохождения медицинского свидетельствия. Наверняка найдется тот, кто пожалеет горе водителя. Но надо помнить о том, что под колесами пьяных лихачей в прошлом году погибли больше 4 тысяч человек. Льюис Карл писал, нужно быстро бежать, чтобы только оставаться на месте. А чтобы быть впереди, нужно бежать вдвое быстрее. Эту цитату вполне можно применить к региону в целом. В настоящий момент происходит настоящая трансформация в технологическом плане. И Рязанский политехнический институт также не стоит на месте. Он поддерживает начинание юных изобретателей. 16-я межвузовская научно-техническая конференция «Новые технологии в учебном процессе и производстве» проходит в Рязанском политехническом институте. Сотни юных умов выступили со своими научными докладами. Это и студенты, и молодые ученые, и специалисты. Эта конференция является у нас традиционной, как я уже говорил. И проводится уже с 2002 года. В этом году количество секций у нас расширено, увеличилось. Будет работать в течение трех дней 22 секции. И не может нас не радовать, что мы два новых направления, две новых секции открыли в этом году. Это первые шаги в науке, специально как раз для школьников наших инженерных классов. И вторая новая секция – новые образовательные технологии высших учебных заведений. Цель конференции – способствовать выявлению, систематизации и решению актуальных инженерных и управленческих проблем, развитию научного сотрудничества, обмену результатами исследований среди участников. На межвузовской научно-технической конференции присутствовали и приглашенные гости. Заместитель главы администрации города Рязани Сергей Савин, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Валерий Еремин, начальник главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области и другие. Что примечательно, среди них – выпускники политехнического института. На конференции будут заслушаны 180 докладов как на русском, так и на английском языках. Научно-техническая конференция проходит уже 16 лет в стенах Рязанского политехнического института. Площадка для проведения выбрана не случайно. Рязанский политех является активным участником международных научных конференций и выставок, где неоднократно становился победителем. Если в прошлом году на международной салоне запретения инновационных технологий «Архимед» мы получили только одну серебряную медаль, то, коллеги, я всех поздравляю, в этом году политехнический институт сделал шаг вперед, и мы получили золотую медаль международного конкурса за инновационный проект технологии получения солнечного кремния, очистки металлургического кремния в виде нанопорошка. На этой выставке политехнический институт получил также серебряную и бронзовую медали. Директор ВУЗа отметил, что ребятам все еще есть чему учиться и к чему стремиться. По результатам конференции лучшие научные работы будут опубликованы в сборнике трудов, а также отмечены дипломами и наградами. Глубокое погружение в научную деятельность дает возможность студентам и молодым ученым определить свое направление в дальнейшей профессиональной деятельности. А научно-техническая конференция Рязанского политеха является для этого надежной стартовой площадкой. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте город62.ру и в социальных сетях. Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok